Спортивный зал клуба Кузня похож на огромный человеческий муравейник. Больше двухсот борцов из Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей, плюс тренеры-родители, болельщики. Организаторы и сами не ожидали, что будет так много участников. В Кузнецке прошел турнир Король Партера по классическому самбо и дзюдо. Борьба в партере у многих клубов – это ахиллесова пята. С учетом того, что турнир проводил чемпион мира по боевому самбо, мастер спорта по самбо и дзюдо Николай Дакин и его клуб Кузня, то мотивация для участия была большой. Цель турнира – это выявить сильнейший. У нас турнир назывался «Король партера». Что такое? Значит, оценивалась борьба только в партере. Это болевые, удушающие, держать. И что проводили? Чтобы, в первую очередь, у нас в клубе поднять до уровня борьбы в партере. Считаю, это больше стойка. Партер немножечко нас подостал, и вот решили турнир такой провести. Благодаря тому, что турнир носил статус неофициального и был скорее тренировочным, на каждом из двух ковров проводили по три схватки одновременно. Только так можно было закончить около 300 поединков за один день. На одном ковре боролись по правилам дзюдо, на втором было самбо. Ребята из клуба «Пересвет» при Жатовском монастыре даже в таких условиях ни в чем не уступали своим более опытным в борьбе соперникам. Правда, немного не дотягивали их техники и знания их правил. Но все равно результат порадовал тренеров. Восемь медалей по одной золотой, серебряной и шесть бронзовых. Однако главный опыт, который, как известно, ни за какие деньги не купишь. За то, что нас пригласили на этот турнир, мы очень благодарны. И что для наших ребят является большим, как говорится, уроком. И мы рады тому, что здесь мы много переняли, многому научились. И хотелось бы почаще ездить и встречаться как в Кузнец, так и в Пензу, так и в Димитровград. Будет ли Кузнецкий турнир регулярным, этот вопрос пока решается. Со временем количество его участников, уверены организаторы, будет только прибавляться. Поэтому сейчас два варианта. Либо искать зал в разы просторней, либо проводить в Кузнецке сразу два, а то и три турнира под эгидой «Король Портера».